Привет друзья, продолжаем тему инструментов с Алиэкспресс и сегодня я расскажу вам о новом лазерном уровне Клубиана Е16Р. Это уже третий по счету лазерный уровень, который попал ко мне на обзор. Напомню, что до этого я тестировал самый дешевый уровень Хильда и довольно неплохой уровень Зякоун. В комментариях под этими роликами многие, так сказать, эксперты писали, что Клубиана делает вполне достойные уровни. Сегодня мы это и проверим. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. На странице товара доступно 8 разных комплектов, конкретно в нашем случае комплектация номер 2. Приходит она в двух разных коробках, это коробка побольше и дополнительная маленькая коробочка. Давайте начнем с распаковки большой коробки. Уровень приходит в специальные сумки для хранения, здесь собраны практически все нужные комплектующие, за исключением опять же вот этой маленькой коробочки. Кстати, чисто для сравнения возьмем уровень Хильда, который был самый дешевый, это мой первый уровень. Поэтому давайте их сравним, посмотрим на качество, начиная от самой сумки до уровня и всего остального. Собственно, у Хильды сумка максимально простая, качество у нее на троечку, здесь вот везде торчат нитки. Видно, что очень дешевый материал. Здесь же прям такая хорошая премиальная сумочка. Конечно, это кожзам, но все сделано максимально идеально. Хороший ремешок для переноса, он у нас регулируется, то есть вы можете сделать, чтобы повесить сумку на плечо. Это как бы мелочь, но это есть. Итак, сразу в комплекте у нас зарядка. Зарядка у нас непростая, зарядка у нас Type-C. Мощность зарядки 5 вольт 1,5 ампера, MADEN China. Есть дистанционный пульт управления. Дальше у нас есть вот такая вот достаточно простенькая напольная подставка. Ножки регулируются почти на 1 сантиметр, это позволяет компенсировать все неровности пола. Снизу у нас есть резьба под штатив и сверху, собственно, резьба для установки самого уровня. Также здесь есть вот такая вот регулировочка, она позволяет более плавно повернуть уровень. Но подставка максимально простая, здесь ничего такого нету. Настенный кронштейн сделан очень круто. Реально к нему вопросов никаких нет. Два неодимовых магнита мощных, я ее уже проверил. Кстати, держит просто идеально. К ней в комплекте идет металлическая пластина. Собственно, сама пластина крепится на стену. Ставите кронштейн и все готово. По регулировкам. Здесь есть регулировка наклона. Также есть регулировка по вылету. Она очень тонкая, но чтобы его полностью вынести, можно просто нажать на кнопочку и передвинуть уровень в самый край. Поворот самого уровня и смещение вот этой вот общей площадки. Кронштейн сделан реально добротно. К нему никаких вопросов нету. Кстати, сверху есть пузыряковый уровень. Качество пластика хорошее. Кстати, по секрету, я этим уровнем уже пользовался. Мы заливали полы. Короче, я прикрепил на стену. У меня упала балка вместе с уровнем. И вот этот уровень грохнулся прям об арматуру. Но ничего вот не повредилось. И, собственно, вот сам уровень. Он у нас на 16 линий. Грубо говоря, это 4 линии, которые светят на 360 градусов. Одна сверху, одна снизу. И, собственно, вот две по бокам. Качество сборки этого уровня реально на высоте. Тут вообще никаких вопросов нету. Вот это вот все дело покрыто резиной. Сверху у нас есть две сенсорные кнопки. Впереди у нас есть блокиратор подвеса. То есть разблокировали. Уровень работает. Резьба для установки на штатив. И, собственно, на вот этот кронштейн он одевается просто вот так. То есть максимально просто, быстро. А сбоку у нас есть вот такой вот вход для блока питания. Снизу у нас расположена батарейка. Она у нас съемная. Батарейка емкостью 5000 мА. На ней также есть следы падения. Вот сюда она вылетела при падении. Но, тем не менее, все работает. Никаких проблем нет. Для сравнения давайте посмотрим на уровень Хильда, который стоит на порядок дешевле. Посмотрим, как выглядит его комплектующий. Вот этот комплект стоил мне порядка 5000 рублей. Так, значится сразу, смотрите, вот настенный кронштейн. Я думаю, здесь без комментариев. Здесь все максимально просто. Да, он работает, но никаких вот настроек нет. Здесь же вы можете повернуть как вам угодно. Лично мне вот эта напольная подставка нравится больше. Она выглядит даже как-то солиднее. Но, в принципе, те же самые функции. Абсолютно никакой разницы. И дальше, собственно, сам уровень Хильда. Что касается точности, то здесь все в порядке. Я его проверял. Но, чисто внешне, конечно, он сделан уже не так качественно, как, допустим, вот эта Клубиана. Можно заметить, допустим, даже обратить внимание на качество пластика. Смотрите. Качество корпуса. Здесь вот такие вот небрежные стыки. Но, как говорится, на ходовые качества это не влияет. Тем не менее, вот этот уровень вполне нормально работает. И у меня абсолютно никаких претензий к нему не было. Конечно, чисто внешне Клубиана выглядит намного лучше. Я бы сказал, дороже. Никаких абсолютно косяков по корпусу. За исключением того, что его сам уронил. В дополнительной коробочке приходит специальный приемник, который позволяет увеличить дальность работы вот этого уровня с 30 метров до 50. И позволяет работать даже на солнце. В комплекте сам приемник. Сейчас рассмотрим его поближе. И специальное крепление. То есть, вы можете зафиксировать приемник. Здесь есть резьба. Повесили все это дело на любую палку. Я не знаю арматуру. И вы можете до 50 метров даже на солнце отбивать уровень с помощью вот этого лазера. Вот такой вот интересный прибор. Сделан он тоже довольно качественно. Никаких вопросов нет. Ничего нигде не торчит. Все вот максимально хорошо. Сверху у нас есть пузырьковый уровень. Сбоку тоже маленький пузырьковый уровень. Не знаю, как он поможет. Есть световые индикаторы с трех сторон. На передней стороне. Сбоку и сзади. Также у нас расположен на передней стороне зуммер. Он пищит. Сейчас покажу, как это работает. Кнопка включения-выключения. И кнопка громкости писка вот этого зуммера. Его работа заключается в том, что вы включаете уровень. И с помощью вот этого вот окошка ловите лазер. Он начинает вам сигнализировать об этом. Работает он от батарейки кроны. В комплекте ее, естественно, нет. Здесь есть небольшой нюанс. Для его работы необходима хорошая батарейка. То есть, сначала я купил вот такую дешевую батарейку за 50 рублей. Он включается и сразу выключается. Потом пришлось купить более дорогой. Поэтому они не экономки. И сразу покупайте нормальные батарейки. Все работает. Вот видите, лампочки загораются. Когда загорится зеленая, это значит, луч у нас попал в среднюю линию. И это значит уровень. Прибор очень чувствительный. Поэтому приходится прямо точно ловить эту линию. Вот как это работает на большом расстоянии. Собственно, вот стоит приемник. И вот там стоит лазерный уровень. Просто берем приемник. Поднимаем. Пошел сигнал. Комплектация и качество сборки это, конечно, хорошо. Но главное это точность прибора. Как всегда, я его проверил с помощью ответственности не и самого обычного гидроуровня. Очередной раз показывать сам процесс проверки я не вижу смысла. Но если вкратце, уровень работает нормально, без каких-либо погрешностей. Как я уже сказал, с помощью этого уровня мы выставляли маяки для бетонирования чернового пола. Выручил он нас тогда очень хорошо и помог сэкономить массу времени. Что может быть проще? Поставил уровень, забил по нему колышки и приводил арматуру. Вот полученный результат. На мой взгляд, это лучшее доказательство точности линий. Если говорить о линиях, а точнее, зачем покупать именно на 16 линий, то вот наглядный пример. На таком расстоянии от пола вы сможете работать с уровнем на 12 линий. А вот расстояние от пола уровня на 16 линий. То есть эта штука поможет вам быстро и ровно установить напольный плинтус, или как в нашем случае, маяки для бетона. Вообще, при включении всех линий мы получаем реально шикарную разметку. Кстати, расстояние между верхней и нижней линией составляет 12,5 см. Толщина линии примерно 1 мм, при расстоянии лазера от стены около 1 м. Как я уже сказал, управляется уровень с помощью двух сенсорных кнопок. Левая включает вертикальные линии, а правая горизонтальные. При долгом нажатии левой кнопки отключается звуковая сигнализация. Уровень работает в качестве прямых линий, позволяя делать точную разметку под любым углом. При долгом нажатии правой кнопки включается режим мерцания. Он нужен для работы с приемником на больших расстояниях. Пульт управления, идущий в комплекте, работает безотказно. Вещь эта очень полезная. Вам не нужно будет постоянно бегать к уровню, чтобы переключать линии. Он работает даже через стены. Подводя итоги, могу сказать, что Клубиана делает реально хорошие вещи. Покупая такой прибор, вы получите хорошее качество материалов и сборки, отличные аксессуары и главное точные линии. Кому интересно, ссылку на данный уровень вы найдете в описании под видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно вам отвечу. Огромная просьба оценить это видео лайком и оставить пару комментариев. А также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Я с вами прощаюсь, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok